Дальше поговорим о теме, которая тревожит не только всех украинцев, но и без преувеличения всю Европу, а может даже и мир. Это события на Запорожской атомной электростанции, которую захватили оккупанты и которые готовят там провокации. Это новые данные от управления разведки, Минобороны Украины. Я процитирую сообщения наших разведчиков, а потом мы это обсудим с гостем. Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, персоналу, выполняющему свои функции, предписано оставаться дома. На территории станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала, а на вчерашнем вечернем заседании или совещании не присутствовали сотрудники Росатома, которые обычно эти совещания и проводят. Что это может значить? Об этом в том числе поговорим с Евгением Евтушенко, глава Никопольской районной военной администрации. Здравствуйте, Евгений Вячеславович. Добрый день. Здравствуйте. Запорожская атомная электростанция находится рядом с вашим городом, через Днепр. Давайте начнем сначала с вашего города, потому что Никополь в последнее время достается очень сильно. Вчера были обстрелы, около 15, по-моему, снарядов прилетело. А сегодня как прошла ночь? Расскажите, пожалуйста. Ну, классическая ночь от наших оккупантов, 10 152-мм снарядов выпущено просто в центр города. Ну, то есть это, знаете, не там промзоны какие-то, не окраины, не казармы, не военные части. Это от центра города. В центр города прилетело 10 152-мм снарядов осколочных у вас. Какие разрушения, повреждения жертвы, не дай бог? Жертвы нету. Люди очень серьезно относятся теперь к попереджению. Мы их стараемся предупреждать. И они реалируют на это. Они уходят в бомбоубежище, они уходят за город, скажем. Часть людей уехали в прибрежение. Все ложить, расположенные рядом. Ну, то есть люди максимально покидают на ночь город, потому что понимают, что каждая ночь это обстрел. А почему ночью? Почему не днем? И, кстати, откуда стреляют? Не со стороны ли атомной станции с Энергодара? Почему ночью? Это террор мирового населения. Больше тут ничего нет. Ну, то есть мы же понимаем, что ночью и целеуказание хуже, и там визуальный контроль попадания, намного его нету. Просто учитывая, что город выключен, светомаскировка полная. Ну, то есть военной логики в этом нет. Логика террора, потому что, знаете, люди день работают, и потом они, когда вот приходят домой, первая мысль, которая возникает, знаете, не посмотреть телевизор, не отдохнуть, а потому что ночью сегодня будет обстрел. Вот это вот то, о чем думают люди. Откуда идут обстрелы? У нас есть три локации, из которых ведутся обстрелы. Первая, большая такая, знаете, локация, это Энергодар. В частности, это территория атомной электростанции, охладители, вот эта вот вся территория прилегли до атомной электростанции территории. Там есть всякие пляжи, клубы, посадки, вот такое вот. Водина и Каменка, еще два населенных пункта. Если в Энергодаре они стреляют с территории атомной, то Водина и Каменка, они используют дома людей, как щиты, для того, чтобы становиться под домами, в огородах, возле людей, и стрелять, получается, на этот берег. Сначала это было РСЗО, грады, реактивные боегрипасы, сейчас это ствольная ратиллерия, 152 мм калибра. Евгений Вячеславович, скажите, пожалуйста, вот видим позавчера 27 домов пострадало после обстрела, и напрашивается вопрос. Понятно, что обстрелов логики никакой нет, но вот люди, сколько выехало, сколько осталось, можете нашей аудитории объяснить? Потому что, например, мы на связи когда с Харьковом, то в Харьковчане, несмотря на обстрелы, все равно, вот, кто находился последние несколько месяцев в городе, уже к ним привыкли и пытаются, несмотря на это, работать, жить, функционировать, давать работать бизнесу. Что с этим в Никополе? Сколько людей жило до начала боевых действий, сколько проживает сейчас? Ну, я не буду цифру называть. У нас выехало около 50% населения. Ну, то есть, город полупустой, и это видно. Это ощущается по трафику автомобильному, это ощущается по пассажиропотокам, это ощущается по тому, вот, как просто идешь по улице, и ты видишь там скверы, парки, и оно все пустое. То есть, существенно уменьшилось количество жителей. Харьков, он больше, и, скажем, если Салтовка, например, там и районы ближе туда к России, к кордону России обстреливаются, то вот эти вот районы, которые в Лук идут, ну, условно говоря, находятся со стороны там въезда в Харьков, со стороны Никопетровска, там люди, конечно, более безопасно себя ощущают. Никополь, не только Никополь, а вообще прибрежная территория, мы говорим с вами о населенных пунктах Вышатарасовка, город Марганец, Червоногригорьевка, Армада, Никополь, эти территории все простреливаются на полную глубину из РСЗО и ствольной артиллерии. То есть, сказать, что здесь, в населенных пунктах, нет вообще безопасного места. То есть, они выезжают, я же говорю, выезжают много людей в глубину района для того, чтобы ехать с прибрежной территории. Ну, и, к сожалению, украинские войска не могут отвечать оккупантам, которые стреляют с территории атомной станции, правильно мы понимаем? Вот расскажите, пожалуйста, как вот угроза вот этого ядерного терроризма, то, о чем говорят, как к ней относятся жители города, потому что вот мы даже из Киева за этим следим и страшно, да, что может случиться. А как в Никополе к этому относятся? Относятся с тревогой. Люди боятся, люди напуганные. Вот мне кажется, что это еще одна информационно-психологическая спецоперация Российской Федерации. То есть, по факту никаких не будет терактов. Это просто, скажем, такая площадка переговорная для, скажем, российских каких-то там делегаций с нашим президентом. Это способ давить на наше политичное и войсковое керевництво. Это способ сеять панику в людях. И способ, скажем, показать и продать там своим внутренней своей аудитории какую-то победу, какую-то там, как они вот нагибают героически нашу территорию. Вот. Я вот, логики в теракте нету. Почему ее нету? Потому что, допустим, там есть информация про то, что вы ехали с территории станции, там техника вышла и там, скажем, РОСА там вышел. Но они вышли куда? Они вышли в Мелитополь и рядом населенные пункты. Если случится авария, скажем, достанет ли до Мелитополя? Конечно, достанет. Ну, то есть, логики выхода за межи заборудования возможного в этом нету. Логика террора информационного, логика создания какого-то рычага давления в переговорах, вот на мою думку, вот это вот оно. Евгений, вот я прошу наших коллег показать сейчас карту, чтобы аудитория понимала, о каких расстояниях мы говорим. Вот река Днепр, которая, по сути, разделяет Энергодар, в котором находится Запорожская атомная электростанция, вот она ниже, правее, и вот Никополь. То есть, фактически, просто Днепр разделяет эти два объекта. Скажите, пожалуйста, вот тут видим городской пляж находится, тут речной порт. Какие объекты интересуют оккупанта с точки зрения максимальных разрушений? Можете рассказать об этом? И скажите, пожалуйста, какое расстояние вот здесь все-таки, потому что здесь в масштабе непонятно. Мы понимаем, что это широкий здесь разлив Днепра, но все же. Смотрите, сделайте немножко меньше карту, не такой крупный. Да, вот так, да? Да, вот смотрите, напротив Никополя внизу есть каменка Днепровская. И рядом есть правее Водяное. Вот это вот каменка Днепровская и Водяное, это территории, с которых стреливается город Никополь. А Энергодар, а рядом, видите, вот как возле Энергодара, левее, как бассейн такой. Да, вот этот. Вот это вот охладители. И вот эта территория тоже используется для обстрела нашего района. С этих трех локаций обстреливается не только Никополь, а вот правее уходит Приднепровская, Червоногригорьевка, Марганец, Добранадия, Новокиевка, Вышетарасовка. Вот смотрите, вот эта вот вся прибрежная зона полностью находится под обстрелом. То есть не только город Никополь. Город Никополь пострадал больше всего объективно от обстрела. Но обстреливается вся прибрежная зона. Четких целей нету. То есть оно сыпется вот в город, просто в городскую застройку, в жилые кварталы. Вот сегодня в центр прилетело. То есть, я же говорю, если мы берем центр, самое военное, что есть там, это памятник Второй мировой войны погибшим солдатам. Там стоит танк ИС-2. Это самое военное, что есть в этом районе. Евгений, а какое расстояние, скажите, пожалуйста, вот коллеги, покажите, интересно понять. Вот от обстрелов до самого Никополя. Немножко сделайте меньше карту. Между Никополем и Каменкой, вот видите, такие выступы, Никополь и внизу Каменка, это около 5 километров дистанции. Между Энергодаром и Ильинкой справа, это еще раз 5 километров расстояние. Вот правее, Ильинка, да. Да, видим. Вот это самые короткие дистанции. То есть, это 4,7, если быть точным. То есть, мы находимся от врага на дистанции от 4,7 до 12 километров. Скажите, пожалуйста, у них не было планов форсировать Днепр? Знали ли вы о таких планах? Вы фактически на следующем берегу находитесь? Или это очень тяжелая техническая военная задача для них? Когда они зашли только на станцию, мы имели информацию, потому что мобилизуются плавзасобы. Ну, там на том берегу есть яхт-клубы какие-то, рыбацкие, там, артели. Вот они проводили широкую мобилизацию вот этих вот плавзасобов с возможным там форсированием. Ну, в принципе, мы это отслеживали и проводились, скажем, там, определенные превентивные мероприятия на этот счет. На сегодняшний день вода контролируется. Этот вариант считается, скажем так, маловероятным. Он не отбрасывается и ведется постоянное наблюдение. Спасибо вам огромное, да. Очень интересно, оперативно рассказали обстановку, потому что Никополь у нас каждый день фигурирует в новостных сводках. Но вот на эти без деталей сложнее понять общую картину. Если разрешите воспользоваться их временем, короткое время. Мы, в принципе, наша территория, наш район, мы нуждаемся там в волонтерской помощи. Если есть волонтеры, которые могут помочь нам теплыми вещами, едой фасованной, печками, эвакуацией людей, стеклом, стройматериалами, чем угодно, мы будем рады и признательны за такую помощь. Я прошу обращаться или в районную администрацию, или в Никопольский городской совет. Да, мы уверены, это обращение услышали и волонтеры, и много других людей. Надеемся, что помощь будет оказана. Спасибо Евгению Евтушенко, глава Никопольской военной администрации, был с нами на связи. Спасибо огромное.